Давайте от этой довольно структурной задачи перейдем к задаче в уроке. Мы будем все не решать, я думаю, до конца заметия. Эта задача была дана на первом занятии по алкебре в этом году, на первом курсе независимого математического университета. То есть студенты первокурсов, те, которые закончили школу и отпустили университет. Ну, там, естественно, было много других задач тоже, и это не была самой трудной, но тем не менее она была. Для того, чтобы что-то за это проконтролировать, что люди немножко понимают комбинаторию. Я в точности даже чисто те же самые сохраню, эту задачу вам сейчас расскажу. Задача такая. Есть четыре красивые чашки, все разные. Ну, там на одной одно нарисовано, на другой другое. Четыре разные чашки, да, видно, что они разные. Есть четыре стакана, и они одинаковые. Граненые стаканы абсолютно одинаковые выглядят. Есть десять кусочков сахара. Догадайте себе, сахар будет одинаковый? Одинаковые. Одинаковые, конечно. Кусочки сахара строго одинаковые. И семь ложек. Разных. Конечно, разных. Разных ложек. А вот теперь пойдут задачи. Их будет довольно много. Например, сколькими способами можно разложить ложки по чашкам? Узнать семь восемь. На самом деле, честно, мы начинаем не ссунуть. А, семь. Семь умножить четыре. Я же говорю. Я же говорю. Значит, ребята, сейчас будут задачи. Итак, разумно класть ложки по чашкам. Можно класть сахар, имеется в виду кусочки сахара, по чашкам. Что еще бывает? Как ты кладешь ложки по стаканам? Ложки? Но в чашке кладете... По стаканам. Ложки в стаканах. Сахар. Абсолютно верно. Сахар. Это бессмысленно. Как-то бессмысленно. Я очень люблю чай с сахаром. Мой. Ничего себе бессмысленно. А, или стакан, или чай? Ну, стакан с сахаром. Так, все-все. Господа, на самом деле, потом еще будет задача, когда в каждой чашке что-то обязательно должно быть. Или в каждом стакане что-то обязательно должно быть. Это тоже. Но пока разрешено, чтобы часть стаканов или часть чашек были пустыми. Это четыре разные задачи. На самом деле, будет восемь, да? Потому что когда в каждой чашке не пустые, будет восемь. Для начала четыре. Будьте добры. Какой здесь ответ? Семь умножить на четыре. Двадцать. Неверно. В чем грубо неверно. Поймите, о чем разговор. У вас есть семь ложек. Ложки разные. Да. Семь умножить на шесть умножить на пять умножить на десять. Неверно. Чашки разные. Ложки разные. Нужно разложить. Семь умножить на четыре на шесть на три. Неверно. Вспомнить все, что мы говорили в прошлый раз. Каждую чашку нужно подождать. Таких сцен у нас будет очень много. В какой-то момент будем решать совсем простые задачи. Поэтому не думайте, что если у нас сейчас много теории, то это, так сказать, быстро будет. Ничего подобного. Есть огромное количество, нужно, конечно, решить десятки задач для того, чтобы все эти формулы прочувствовать, запомнить и так далее. Тренировка будет. Но сначала надо достаточно далеко пройти в разных формулах. Семь умножить на четыре. Что? Что-то считаем семь умножить на четыре. Неверно. Воздумчиво. Есть чашки? Семь умножить на четырех. Нет. Нет, у меня есть разные чашки по виду. Или у вас там один сервиз, и все они одинаковые? Нет. Нет, отлично. У меня есть четырех разных сервиз. Советчайно. У меня нет четырех сервизов, но разные чашки есть. Это хорошо. Но с семью разными ложками, я думаю, хуже. Это не у всех найдется. Хотя, если честно, у меня найдется. У меня они довольно однокалиброзные, эти ложки. Поэтому семь разных я найду. Будет маленькая, большая, совсем длинная, маленькая. Найдем. Семь штук найдем. Далее. Это я спросить, а можно ли в этой чашке быть несколько ложек? Конечно. Если у нас всего семь ложек, как же вы их сможете... Да. А может в чашке не оказаться вообще... Конечно. Семь на четыре на шесть. Неверно. Непонятно. Семь факториалов? Неверно. Вот и вещь, кушь кабинатуре. Скажите, когда у вас реально стоят четыре чашки и лежат семь ложек, то как вы стали бы раскладывать ложки по чашке? Каждый ложек. Каждый ложек. Нет, физически как бы вы это стали делать? Вы бы взяли чашку и чашкой стали ловить ложки? Я ловлю ложки. Выобразите себя, вы пришли на кухню. Кто-то там поставил четыре чашки и положил семь ложек. Как вы это будете делать? Молодец. Вы брали ложки. Причем не все сразу. По одной. И дальше? И ложили. Нет такого слова. Ложили в узкую язык. И клали. И клали. И скакан. Четыре. Молодец. Объясните всем. У нас есть четыре чашки. Берем каждую ложку, для каждой ложки есть четыре чашки. То есть берем первую ложку, и для нее есть четыре варианта. Берем вторую ложку, и для нее тоже четыре варианта. И так далее. То есть четыре на четыре и семь раз. То есть четыре в семье. Ребята, это в точности правильно объяснило. Когда вы берете ложку, какую-то конкретную одну ложку, то вы ее можете положить сюда, сюда, сюда или сюда. Четыре варианта. Вторая ложка другая, вы говорите, что ложки разные. Поэтому для нее тоже четыре варианта, независимо от этого. Это в точности наше любимое правило произведения. Значит, что здесь будет? Четыре в седьмем. А, кстати, пример на это сколько? Это два в четырнадцатый. Это шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят четырнадцать. Продолжение следует.